Исламская революция 1979 года свергла последнего шаха Ирана, который был вынужден покинуть страну и умер в изгнании в Каире. Но в мировую историю он вошел не только как последний шах Ирана, но и как настоящий герой-любовник. Он выбирал себе в жены женщин сильных, своенравных и современных. Они были настоящие красавицы. Три жены и бесчисленное количество романов. Каждая из жен имела свою собственную историю, достойную того, чтобы ее рассказать. Фавзия Фуад, дочь короля Египта Фуада I. В 17 лет она стала первой женой шаха Ирана и получила титул королевы Ирана. Она была великолепна. Азиатская Венера, совершенной формы сердца лицом и странно бледными, но пронзительно голубыми глазами. Все были в восторге от ее грации и изящества. Этот брак был запланирован отцом Мухаммеда. До свадьбы они видели друг друга только один раз. Сочетались с браком в марте 1939 года. Через два года после свадьбы Мухаммед сменил на престоле свергнутого отца и Фавзия стала королевой. В сороковом году у них родилась дочь Шахназе. В этом браке Фавзия была глубоко несчастна. Она не любила мужа. Он постоянно изменял ей. Молодой королеве не нравилась страна, в которой она живет. Она скучала по родине. Через шесть лет после свадьбы Фавзия подала на развод. О причинах развода ходило множество слухов. От неверности Шаха до его импотенции. Главным условием развода было то, что ее дочь Шахназе оставалась в Иране. После развода Фавзия снова вышла замуж. Брак был по любви. Фавзия и Исмаил были счастливы и неразлучны вплоть до его смерти в 1994 году. У них двое детей, дочь и сын. В последние годы она вела замкнутый образ жизни. Умерла в возрасте 91 года в июле 2013 года. Сарая – дочь иранского аристократа и немки, чьи предки жили в Москве. Она свободно говорила на немецком, английском, французском и персидских языках. Разведенный Мохаммед сделал ей предложение, подарив кольцо с бриллиантом весом 22,37 карата. В феврале 51 года они сочетались с браком. Интересно, что свадебный подарок прислал и Сталин. Норковая шуба и настольный телефон с черными бриллиантами. Говорят, что она была величайшей любовью Шаха. Они устраивали костюмированные балы, вечера игры в покер и прослушивание пластинок Луи Армстронга и Дюка Эрлингтона. Сарая часто путешествовала по Европе, где посещала показы мод, сама попадала в объективы фото и видеокамер в своих роскошных нарядах. Но и этот брак не был безоблачным. Оказалось, что Сарая бесплодна. Шах предложил взять себе вторую жену, которая родила бы ему наследника. Но для гордой Сарая это было неприемлемо. Она предпочла развестись и уехала в Европу. В 65-м году экс-королева дебютировала в кино. С режиссером Франко Индовина Сарая была до его трагической гибели в 72-м году. Он погиб в авиакатастрофе рейса, вылетевшего из Рима в Палермо. Самолет врезался в гору Лонго в 5-ти километрах от аэропорта прибытия. Остаток жизни она провела путешествием по Европе, но избегая света софитов и вспышек фотокамер. Ее называли «грустная принцесса», что точно отражало трагическую судьбу бывшей королевы. В последние годы она жила в Париже, страдала от депрессии и написала автобиографию «Дворец одиночества». Третьей женой Шаха могла стать Мария Габриэла, дочь короля Италии Умберга II. Между тем у Шаха случился мимолетный роман с американской кинозвездой и будущей княгиней Монако Грейс Келли. Но в 1959 году на приеме в иранском посольстве Шаху была представлена одна из иранских студенток, а заебаржанка по происхождению. Шах сделал ей предложение практически сразу же после встречи. Их свадьба состояла в декабре 1959 года, а уже в октябре 1960 года родился сын, наследник престола. Из трех жен Шаха она единственная была коронована в качестве императрицы. Высокообразованная женщина, свободно владела несколькими языками, модно элегантно одевалась. Ее сравнивали с Жаклин Кеннеди. Она отличалась от предыдущих жен Шаха, была умнее, активнее, энергичнее и заметно больше интересовалась государственными делами. Всего в этом браке родилось четверо детей. Помимо роли матери семейства, Фара увлекалась искусством и архитектурой. За любовь к искусству и безупречный стиль ее называли Джеки Кеннеди Ближнего Востока. Но было у нее и другое прозвище – иранская Мария Антуанетта. Намек на то, что она купалась в роскоши в то время, как страна все глубже погружалась в пучину хаоса, который вылился в революцию. В конце 1978 года семья бежала из Ирана в Египет, где в 1980 году Махмед умер в изгнании. Фара так никогда и не вернулась в Иран. Авдовев обосновалась в Америке. После смерти дочери принцессы Лейлы в 2001 году она приобрела небольшой дом недалеко от Вашингтона, чтобы быть ближе к сыну и внукам. Сейчас живет в Америке, часто бывает в Европе, занимается благотворительностью. В 2003 году она опубликовала мемуары под названием «Вечная любовь. Моя жизнь с шахом». Книга стала международным бестселлером.